Посмотрим на маршрутизацию мы сделаем очень простую топологию 4 маршрутизатора 2 хоста Они пинковать друг друга будут, потом отключаем один из кабелей и смотрим как меняется маршрут У нас в рассмотрении 3 протокола для IP версии 6 и 3 протокола для IP версии 4 и 3 для IP версии 6 Мы их попарно попробуем установить Значит по шагам, вначале сделаем топологию и потом эту топологию каждый раз сохраним И чтобы не вычищать ее, каждый раз подгружаем и делаем новые протоколы маршрутизации, проверяем Вот так вот поэтапно Давайте сделаем топологию Я вот набросал, вот так вот у нас сети будут расположены Ну и для того, чтобы подробно какие адреса, вот такую табличку сделал Соответственно вы должны сами это повторить То есть сделать какие таблички себе И в отчете продокументировать на схеме нарисовать где какие сети Давайте, да, еще обращу внимание Мы, поскольку сделаем маршрутизаторы в виде такого Диодного моста С ромбиком таким То у нас часть маршрутизатора будет иметь 3 интерфейса Поэтому мы добавим дополнительный реальный интерфейс К этим маршрутизаторам Так, выберем Давайте Маршрутизатор 19.41 Бутиться мы его Вставим интерфейсы И Копируем Дальше у нас Два PC Ctrl я нажал Перетащил один Ну и вот щелкнул кресиком второй PC PC мы Назовем Это будет второй PC Это будет 1 Роутер Вот у нас такой роутер Давайте увеличим Ну я Выключаем его Вот такую вот планочку с двумя интерфейсами Последователями сюда ставим Ну у него два Есть Порта Ethernet На конфиге видим два И сейчас мы видим Что у нас появилось два Расследовательных порта Ну и для красоты Давайте Закроем Чтобы красивее было Ну и теперь включаем Он загружается Не Порты Выделили его Ctrl-C Ctrl-V Раз Два Три Переименуем Чтобы было по Нашему плану R2 R3 R4 Теперь Законнектим Ctrl-C Нажал я Иски Connect У нас В первую очередь Чтобы был На Нулевой интерфейс У нас вот Нулевые интерфейсы А первый интерфейс Пойдет На R2 Первый А вот Сериальный Нам не хочется А он Когда автоматом Не знаю Значит у нас Кроссом Мы соединяем Ну потому что У нас Два Одинаковых ДТЕ У нас два Гигабитный Ethernet Куда пришел Нулевой Гигабитный Ethernet Гигабитный Ethernet Первый Так А вот тут Мы свяжем Теперь У нас DCE Опять Скотра Умножали Немножко Остан Опять Не можем ну вот примерно вот так вот у меня вот для того чтобы лучевидно я сделал 14 кегль поэтому мешают немножко потом при документировании естественно мы уменьшим кегль ну давайте начнем конфигурить ну вот это вы должны расписать были в принципе но я расписал вас надеюсь что верно все итак у нас маска я ведь вот таким вот образом маску расписал потому что в конфигах будет требоваться именно не префикс а такая маска значит айпи адрес версия 664 и неправильно сейчас я добралась и рутинг мы прописали это у нас роутер значит и маршрутизация у нас будет по линк локал у нас тут линк локал это пример третий у нас третий линк локал да значит ну вот у нас первый есть давайте второй писем маску версии 6 так это дефолтный гейтвэй дефолтный гейтвэй дефолтный гейтвэй IP версия 6 ну вот собственно все давайте теперь роутеры поставим ну уже конфиг IPv6 и не каст роутинг нам понадобился интерфейс который к PC1 гигабит Ethernet 0.0 у нас адрес но шатдаун естественно IP адрес на так не пойдет это у нас вставляется скопировалась пока у нас конфигурирование займет основное время и так такой IP адрес IPv6 адрес IPv6 enable и IPv6 адрес это тут link local второй интерфейс значит опять но шатдаун и не там пишу да но шатдаун IP адрес копируем вот собственно для этого и нужно написать табличку чтобы потом при конфигурации не думать IPv6 IPv6 адрес копируем IPv6 enable IPv6 адрес копировался link local так интерфейс у нас ctrl-z конфигура терминал интерфейс сериал 0 0 0 так как же он называется сериал 0 0 1 0 да да но шатдаун что такое но шатдаун в принципе логику вы все поняли вы можете дальше сделать все сами адреса по кругу я сделал первый адрес у первого второго и второго роутера поскольку у нас по часовой стрелке пошло то в это второй адрес вот у нас по часовой видите идет будет первый второй первый второй первый второй первый второй и на IP версии 4 и на IP версии 6 и IPv6 people IPv6 адрес enable кстати не обязательно линк локал IPv6 адрес неакцесс interfaces brief вот у нас видите линк локал везде повешен одинаковые и определенные адреса ну и вот на IPv6 тоже адреса такие вот да тут лучше его растянуть чтобы было видно хорошо ну вот мы законфигурили первый роутер кстати можно попробовать пропинговать у нас 10.0.0 айпи конфиг пинг 10 0 10 1 роутер значит можно пропинговать по ipv6 адресу пинг 1 10 1 можно пропинговать про по линк локал адресу вот 81 вот видит у нас собственно вот это нужно что вот хотя бы на этом кусочке есть на самом деле тему то я не очень хорошо сделал давайте мы ее немного подправим ну в принципе схема рабочая ну понятно какой давайте уберем значит в чем проблема то ну побольше нельзя цеплять маршрутизатора прямо давайте мы отцепим берем берем 1 это sv2 значит давайте уберем это уберем вот поставим их они у нас мы их конфигурить не будем они у нас чисто для виду будут ну вот просто вот меня огорчает он вот так вот они не играют и избыточные в принципе но для порядка пусть будут опять пропингуем мы что-то не туда воткнули подсоединять тут тут у нас вот такой кабель гигабитный сюда и тут такой же кабель в принципе он должен работать без без всяких то есть без конфигурации поднялась 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 ну в принципе понятно все дальше смотреть особо-то и не обязательно но давайте мы сконфигурим остальные так же медленно и занудно enable configure configure terminal интерфейс гигабитный Ethernet 0 0 значит это у нас второй роутер ну shutdown ip адрес ставили ipv6 адрес ставили ipv6 enable ipv6 значит ipv6 не construction не включили включим сейчас интерфейс гигабит Ethernet 0 1 no shutdown ipv6 адрес ставили ipv6 адрес вставили ipv6 enable сделали ipv6 адрес с и на первый интерфейс тоже нужно поставить его же link local тут ставили так теперь интерфейс s 0 а сериальный не нужен интерфейс есть есть прийти и делаем маршрутизатор enable конфигура терминал значит у нас ipv6 finicast routing интерфейс гигабит Ethernet 0 0 то то у нас pc по этому интерфейсу подцеплена no shutdown ip адрес вот так вот ipv6 enable ipv6 фактически он включает link local поскольку мы линк локал вручную делаем то он как бы не обязателен нам мы для порядка все делаем и линк локал делаем потому что у нас маршрутизация на него по большому счету для порядка значит давайте интерфейс первый no shutdown ip адрес ну вот тут получается или думать или конфигурить поэтому вначале думаем пишем таблицу бэкспейсом только бэкспейсом потом ipv6 enable теперь адрес это я стрелочками вручную вручную теперь мы теперь у нас интерфейс Это я вверх-вниз стрелочками вважал. С 0 1 Опять не туда пишу. С 0 1 0 Значит, адрес Вот этот вот сделаем. No shutdown Естественно Ага Значит IP адрес Вставляем IPv6 enable IPv6 адрес Копируем И IPv6 адрес На link local Не скопировалось Link local Уру Так Ну вот Собственно Вроде все Работает Можно попробовать Копинговать ipconfig Ну и пропингуем Вот этот адрес 10 0 11 1 Да, пингуется, но Соответственно 2001 11 1 Ну, все Это пингуется Ну и теперь 4 Нейбл Конфигуры Терминал IPv6 Нейбл Кастраутинг Нет Это мой интерфейс Сейчас Последователь Интерфейс 0.1.0 No shutdown Дальше IPv6 Адрес IPv6 Вот этот Вот И IPv6 Адрес Link local И Теперь Следующий Интерфейс No shutdown No shutdown Так IP Адрес Вот этот Вот IPv6 Интерфейс Enable IPv6 Адрес Так IPv6 Адрес Link local Добавим так это не то я ipv6 адрес не скопировалась у меня а я не посмотрел копировали вставили link local ну вот в принципе у нас должно работать будем считать что мы сконфигурили теперь мы давайте сохраним мы ее вот как бы истополучи а потом на основе нее остальные рот будем делать а а